Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Сегодня мы с вами рассмотрим тему игротренинг в ДО как эффективное средство профилактики стрессовых состояний детей, а также я хотела бы провести с вами арт-терапевтическое упражнение «Мой цветок счастья». Что же такое игротренинг? Это система игровых упражнений, которые помогают быстро концентрировать слуховое внимание, слуховую память, зрительное внимание, зрительную память, осязание, осязательную память, воображение, а также творческую фантазию. То есть игротренинг, он помогает детям дошкольного возраста активизировать формирование психических процессов. Можно рассмотреть этапы игрового тренинга. Выделяет три основных этапа. Первый – это организационный, на него отводится где-то 3-5 минут. Состоит из коммуникативных упражнений, речевых или тактильных упражнений. Второй этап, основной, он состоит из 10-15 минут и включает в себя всевозможные двигательные упражнения или имитационные упражнения. И третий период, третий этап игрового тренинга, это заключительный, составляет 5 минут, состоит из коммуникативных и релаксирующих упражнений. Данные виды упражнений, организационные тогда, они представлены. Есть специальные методические руководства, которые используют психолог, воспитатель в детских дошкольных образовательных учреждениях. Двигательные и имитационные упражнения, они также разработаны, предоставлены уже сборник, можно использовать. Коммуникативные, релаксирующие упражнения, они также представлены. И все они рекомендованы в ГУС. Структура тренингового занятия. Как же мы с вами должны разработать тренинговое занятие? Во-первых, это приветствие. Используются различные ритуалы приветствия в соответствии с возрастными периодами. В данном случае у нас дошкольники, значит, мы должны использовать ритуалы, которые представлены для дошкольников. Данный этап нужен для того, чтобы мы смогли сплотить коллектив или группу. И также желательно выработать дружеские, доверительные отношения в этой группе, в этом коллективе. Второй этап тренингового занятия – это разминка. Помогает настроить на групповую продуктивную деятельность. Далее, основная часть. Здесь мы используем многофункциональные техники для развития познавательных процессов. Познавательные психические процессы, я думаю, вы помните. Здесь, по-моему, у нас и воспитатели, и учителя. Но если вы желаете, можно их перечислить. Психология – это наука, которая изучает психику и психические процессы, психические явления. Все психические явления можно разделить на три больших класса. Это познавательные процессы, эмоциональные, волевые, первый класс. Второе – психические состояния. И третье – психические свойства. К познавательным психическим процессам мы относим восемь основных психических процессов, которые выделены в общей психологии. Это внимание, память, мышление, речь, воображение, представление, ощущения. Это психические процессы. Следующая часть – это рефлексия. Спросить у ребенка, что ему понравилось или нет после того, как провели основную часть. И также нужно объяснить, поговорить с детьми, насколько это важно и почему необходимо было выполнить подготовленные упражнения. И завершается тренинговое занятие ритуалом прощания. Мы настраиваем детей на дальнейшее взаимодействие. То есть тренинговые занятия, они могут быть представлены несколькими темами. И как бы детям заранее в ритуале прощания можно сказать, что следующее занятие у нас будет посвящено другому взаимодействию. Все игровые тренинги можно разделить на две большие группы. Первая группа – это психогимнастика в тренинге. К ней относятся игры на внимание, на снятие стресса, на знакомство или снятие агрессии. Эти игры способствуют росту доверительных, дружеских отношений в группе. Эти игры напрямую не связаны с целью тренинга. А целевые игры, они направлены на реализацию уже конкретной цели и разделяются на мотивирующие, на игры для осознания явлений, изучаемого в тренинге или задачи. Игры для обобщения опыта, полученного в тренинге, актуализирующие игры можно также использовать. Элементы тренинга. То есть какие элементы можно вводить, когда мы планируем тренинг. Можно вести ролевые игры, предварительно подготовленные игры. Они также разработаны, есть, вы можете взять и использовать. Психогимнастика. Психогимнастика различных упражнений для дошкольного возраста и для младшкольного возраста. Они есть в свободном доступе. Пальчиковые игры можно использовать во время тренинга. Приемы самомассажа. Для приема самомассажа, конечно, нужно дополнительно подготовить оборудование. Там всевозможные резиновые мячики есть, да, потом палочки специализированные есть. Даже можно использовать карандаши. Там если работа со стопой идет, да, там смотря какая тема тренинга будет. Далее можно использовать элементы арт-терапии, подвижные игры и, конечно, релаксация различных упражнений для того, чтобы ребенок смог расслабиться. Дети, мы знаем, что дети дошкольного возраста, так и младшего школьного возраста, они часто оказываются в состоянии психоэмоционального напряжения. Почему? Потому что они не умеют расслабляться. Дети не могут предвидеть и контролировать различные ситуации. Поэтому во многом дети зависимы от окружающей среды, особенно от взрослых. И взрослым необходимо быть, конечно, крайне внимательными к эмоциональному состоянию каждого дошкольника. Адекватно интерпретировать его поведение, понимать причину его душевного дискомфорта. И, конечно, желательно выбирать наиболее эффективные формы воздействия в конкретной ситуации. И проблема именно профилактики психоэмоционального напряжения детей дошкольного возраста, она остается одной из самых важных. И на сегодняшний день она является очень актуальной. Почему? Потому что у психоэмоционального состояния различные сложные жизненные ситуации, в которых находится дошкольник, может привести к нарушению физиологического уровня. И у ребенка могут развиваться различные хронические заболевания. Очень, скажем, сложно для подготовительной группы детей дошкольным образовательным учреждения. Также очень сложно первоклассникам, младшим школьникам, когда они поступают в школу обучения, потому что нагрузка и психоэмоциональное напряжение желательно снимать. И в этом могут помочь не только воспитатели дошкольных учреждений, но и родители. Также с детьми могут проводить различные упражнения. И сегодня я хотела бы с вами провести арт-терапевтическое упражнение. Можете записать арт-терапевтическое упражнение, которое называется «Мой цветок счастья». У вас есть макет для того, чтобы проводить данное арт-терапевтическое упражнение. Я вам его загрузила, на слайд вывела. Сейчас вы можете взять бумагу А4, расположить горизонтально, ой, извините, вертикально лист располагаем, да? И от руки можно нарисовать вот такой цветок. Обратите внимание, 6 лепестков, затем стебель, листочки и капельки. И также есть почва и корневая система. Схематично, пожалуйста, изобразите. У кого есть возможность, можете распечатать и уже на макете работать. Когда рисунок будет готов, пожалуйста, в чате поставьте знак «плюс». Также я хотела бы сказать, хорошо, спасибо, Данное арт-терапевтическое упражнение на что нацелено? Развитие навыка давать себе поддержку в сложных жизненных ситуациях. Данную технику можно использовать не только с детьми дошкольного возраста, можно использовать с учащимися младшего школьного возраста, с подростками, с юношеским возрастом. И также это арт-терапевтическое упражнение очень хорошо работает со взрослыми людьми и особенно с людьми пожилого возраста. Когда мы с вами это упражнение проведем, я думаю, вы даже сами ощутите. Значит, цель данного арт-терапевтического упражнения – развитие навыка давать себе поддержку в сложных жизненных ситуациях. То есть мы сами себе даем поддержку, да? А маленький ребёнок в дошкольном возрасте, конечно, выполнив данное упражнение, он получит возможность получить некий ресурс. А для воспитателя и для психолога, или для родителя этот рисунок будет информативным. Почему? Потому что сейчас, выполнив этапы данного упражнения, вы сможете даже сами ответить, почему данное упражнение, оно будет очень ценным как для ребёнка, так и для взрослого. Так, цветок мы все нарисовали, да, нарисовали. Также было задание подготовить цветные карандаши, но сначала мы сейчас с вами напишем ручкой инструкцию, слушаем. Первое. Представьте, что этот цветок – это вы. Посмотрите на лепестки и запишите на них положительные утверждения, которые вы могли бы сказать о себе. Ну, например, «Я хороший друг», или «Я хорошая подруга», «Я красивая» и так далее. Лепестков у нас шесть, пожалуйста, заполняйте утверждениями. Если это младший школьный возраст, то они могут написать. Если мы работаем с дошкольниками, то значит, мы что делаем? Мы говорим ребёнку, скажи, пожалуйста, посмотри на эти лепестки и как ты себя охарактеризуешь, да, что бы о себе ты мог сказать. И вписывать можем сами самостоятельно. Но обязательно нужно, конечно, спросить у ребёнка. Так, плюсики пошли, заполнили, да, лепестки? Шесть утверждений, положительных утверждений, которые вы могли бы сказать о себе. Ну, хорошо. Следующее. Продолжаем. Ты прекрасно знаешь, что дождь помогает цветам расти. Напиши на каплях дождя вещи, которые помогают тебе чувствовать себя лучше. То есть на капельках дождя, которые вы видите на рисунке, нужно будет написать вещи, которые тебе помогают чувствовать себя лучше. Ну, для дошкольника, для младшего школьного возраста, да, мы можем что предложить? Какие вещи? Это может быть рисование, это может быть лепка, это может быть музыка, или слушание сказок. Это для дошкольников. А вы вписываете то, что вам помогает себя чувствовать лучше. То есть различные интересы могут быть, хобби, то, что вас поддерживают. Обратите внимание, у нас капель, да, 6, да, да, Майя, 6 капель и вот 6 вещей, которые помогают вам чувствовать себя лучше. Продолжение следует... Следующее. Переходим ниже, мы видим корни. Корни делают цветок сильным, а нам же корни придают силы наши близкие люди. И нужно будет написать, кто тебя поддерживает в трудную минуту, и к кому ты сможешь обратиться за помощью. И вот рядом с корневой системой можно подписать, кого, кто из близких людей вас могут поддержать в трудную минуту, и к кому вы можете обратиться за помощью. Соответственно, если это дошкольники, то мы спрашиваем. Они нам называют, и воспитатели или психолог, или родители, что делают? Подписывают. Спасибо. 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 Подписали, да? И следующее. Вы подготовили цветные карандаши, и теперь нужно будет раскрасить свой цветок, как ты пожелаешь. раскрасить. После того, как раскрасите, если есть возможность, вы можете загрузить в чат свой рисунок, поделиться им. Вот мы с вами провели арт-терапевтическое упражнение «Мой цветок счастья», цель которого развивать навык, давать себе поддержку в сложной жизненной ситуации. Если у вас есть комментарии, вы можете написать в чат, какие у вас возникли чувства при выполнении данного упражнения. Если желаете, можно поделиться. Возраст для данного арт-терапевтического упражнения это дети. Можно здесь, с пяти лет обычно все арт-терапевтические техники используются с детьми, начиная с пяти лет, так как ребенок уже хорошо, что держит карандаши. Душе зацвело, да, Майя? Это как приятно, да. Но вполне возможно. А листочки, да, листочки также раскрашиваем. Спокойствие, умиротворение, расслабление. То есть данное упражнение, обратите внимание, в процессе выполнения мы что чувствуем? Мы чувствуем спокойствие, мы расслабляемся, то есть мы получаем ресурс. Мы понимаем, что мы не одни, даже взрослые, да, мы понимаем, что не одни и можем в трудной жизненной ситуации обратиться за помощью. Ну, а когда эту работу выполняет дошкольник, он начинает осознавать, что у него есть поддержка. Это могут быть родители, это может быть воспитатель. Так, Екатерина пишет, так, сейчас. Екатерина пишет, когда подписывала корни, прочувствовала слезы счастья. Ну, то есть для вас, да, техника упражнения, она ресурсная, да, приятная игра, арт-терапевтическое упражнение. понимание себя как личности, спокойно, рассудительное, готовность к действию, приток сил, вот Лариса, да, то есть она ресурсная в данный момент для вас. Очень приятно. То есть мы сейчас с вами почувствовали, как наше арт-терапевтическое упражнение вам помогло найти определенные силы для каких-либо действий, да. Так, вот инструкция. Данный материал я вам загрузила для скачивания. Также я еще хотела бы вам сейчас представить положительные эмоции, очень интересно. Возьмите, пожалуйста, на вооружение данное арт-терапевтическое упражнение. Даже когда вы почувствуете у себя упадок сил, да, вы можете взять мелкие краски, цветные карандаши, да, и выполнить данное упражнение. Вы расслабитесь, затем вы сосредоточить, сосредоточение, да, произойдет, и вы сможете найти выход из сложной жизненной ситуации. Если самостоятельно не получится, вы будете знать, кому за помощью вы можете обратиться. Посмотрите, корневая система, корни, кого вы там прописали, то есть к ним можно будет обратиться. Ну, а если это работа дошкольника, воспитатель или психолог может увидеть, что у ребенка есть некоторые трудные ситуации, которые он не в силах саморазрешить. И воспитатель может, что сделать, обратиться за помощью к тем, кого назвал ребенок, отмечая, да, где корневая система, кого он там прописал, кого он назвал. Хорошо, если там будут родители. То есть мы можем говорить о том, что в семье благоприятная обстановка. Если там будет воспитатель, то значит у ребенка есть доверие к кому, к воспитателю. Если там есть дети, с которыми он вместе посещает, да, группу в детском саду, то есть друзья это могут быть, то есть поддержку они оказывают. Очень хорошо. Так, и еще одну технику я хотела бы тут же вам порекомендовать. Можно использовать, что вот по другой терапевтической технике, он называется «Самый волшебный в мире цветок». «Самый волшебный в мире цветок». Здесь мы можем использовать пластилин, мягкий пластилин, да, воздушный пластилин, также с дошкольниками. Почему пластилин? Потому что мы знаем на кончиках пальцев у нас расположены нервные окончания, которые подают сигнал в кору головного мозга. И в дошкольном возрасте мы еще что-то делаем. Если работаем с пластилином, мы активизируем, почему там мы говорили еще пальчиковые игры, да, мы активизируем определенные центры головного мозга. И вот вторая техника, которую я вам сейчас хотела бы, да, презентация стоит на месте, я здесь походу вспомнила, и хочу вам предложить, и потом загружу вам этот документ. Значит, это можно предложить ребенку чистый лист бумаги, можно альбомный лист бумаги, так как с пластилином работаем. Можно взять картонную тарелочку и вот пластилин, картонку или тарелочку для украшения можно использовать бусинки, камушки, то есть природный материал, который разрешен именно для учащихся дошкольного возраста. Значит, что мы делаем? У нас есть чистый лист бумаги, и мы предлагаем ребенку из пластилина вылепить цветок. Но прежде чем использовать пластилин, мы с ним проводим беседу. Мы расспрашиваем у ребенка, какой бы он хотел изобразить цветок. Он может назвать название цветка, он может просто объяснить, что там лепесточки или это колокольчик, или может быть гвоздика, или роза назвать. Далее проводится беседа. Какой это цветок? Какой он? Как называется этот цветок? Где живет этот цветок? Если рядом с ним такие же цветы, а может быть другие цветы. То есть проводится беседа. Обратите внимание, здесь данное упражнение проводится в форме игры. В форме игры. И также у нас задействованы конечности, да, пальчики. Почему? Потому что они будут лепить цветок. После того, как проведена беседа про цветок, мы детям говорим, что сейчас на картонке или на картонной тарелочке, нужно будет вылепить место. Обратите внимание, вылепить место, где этому цветку будет хорошо. Вылепите место, где этому цветку будет хорошо. То есть должен быть какой-то фон. Вы сейчас свой рисунок, на котором нарисовали, да, разверните его, оборотная сторона же у вас чистая, воспользуйтесь карандашом, а после занятия, у кого есть пластилин, вы можете эту цветовую гамму уже в форме пластилина придать, используя пластилин. На оборотном листе бумаги подумайте, какой бы цветок вы сейчас вылепили из пластилина. Но вам нужно нарисовать его карандашами. Используйте цвет. Подумайте, какой это цветок, как он называется, даже можете написать, как называется, где живет этот цветок, есть ли рядом с ним такие же цветы, или может быть другие. это данная техника, она более глубокая, почему, потому что здесь подсознательное, даже иногда получается работа с бессознательным, то есть если это работает психолог, то и бессознательный уровень как бы можно просмотреть на бессознательном уровне. Лепим место, в данном случае вы рисуете, то есть у вас должен быть фон. лепим место, где этому цветку будет хорошо. Вы нарисовали фон, а теперь на этом фоне нужно будет нарисовать ваш цветок, который вы представили. А потом, после окончания, вы его оформите, используя пластилин. И поставьте плюсик, если вы выполнили эту работу. на фон. Спасибо. Так, вы вылепили место, нарисовали, а пластилин... Хорошо. Так, значит, вы вылепили, получается, нарисовали место, где может жить этот цветок, да? Нарисовали цветок, а теперь внимательно, пожалуйста, посмотрите на вашу картинку, то, что получилось. Постарайтесь войти в этот рисунок и ответьте на вопрос, где ты на своей картине? Где ты на своей картине? То есть вы смотрите на свою картину, созданную, и определяете, где вы. После того, как вы определили, где вы на своей картине, подумайте, как это про меня. Сирень у забора дачного. А теперь постарайтесь определить, где вы на своей картине. Вы сирень или вы забор, или может быть там у вас ещё что-то изображено. После того, как вы определили, где вы на этой картине, подумайте, поливаю этот цветок, удобряете. Подумайте, как это про тебя. Вот подумайте, Людмила, вы написали, поливаю этот цветок, как это про вас. Подумайте. Вам не хватает ресурса, вам не хватает сил, или вам не хватает поддержки. Вот про это. У меня ромашка, я лепесток. Так, под сиренью, наверное, да? Я под сиренью, а пчела у вас есть, пион, я в чашечке цветка, как дюймовочка. Надежда, значит, вам, раз как дюймовочка, вы чувствуете себя маленькой, незащищённой, и вам нужно, чтобы вас поддерживали, да? Защищали. Дюймовочка, продюймовочка. Здесь даже сказкотерапия можно провести, да? Как в виде тренинга, даже игротерапия, да? Немного поддержки не хватает, Людмила, да? Почему не хватает? Потому что поливаете. На подоконнике в солнечный день в горшке, люди, в пользу. Дыхает пчела у сирени. Хорошо. Так, после того, как вы определили, где вы на этом рисунке, как это про тебя, вы можете даже написать несколько предложений, как это про тебя. И обратите, пожалуйста, внимание, если данной техникой работает воспитатель, учитель или родитель, значит, дальнейшую интерпретацию мы не делаем. Просто для вас эта техника была поддерживающей, ресурсной. Ну, а если с этой техникой, допустим, вот родитель у ребёнка может что спросить? Назови цветок, да? Расскажи о нём, об этом цветке. И в процессе проговаривания, когда ребёнок рассказывает о цветке, да, уже идёт некоторая коррекция. Взрослый, который слушает рассказ о ребёнка, он что делает? Он понимает, где есть сложности у ребёнка, где ему нужна поддержка. Даже здесь я в чате по вашим ответам, как бы уже вижу, кому какой поддержки не хватает, да, в какой сфере, в какой области нужно поработать. Я держу в руках этот цветок. Хризантемы в саду. Воспоминания детства. Но если с данной техникой работает психолог, психолог, да, в процессе выполнения данной техники может произойти такое, что клиент может заплакать. Он выполнил вроде бы простую арт-терапевтическую технику, но заплакал. Значит, что нужно сделать? Нужно дать время клиенту, чтобы он проплакался. Почему? Потому что там могут быть какие-то детские травмы, да, воспоминания. И как бы специалисту нежелательно ничего говорить клиенту в этот период. Почему? Дать ему время успокоиться. После того, как он успокоится, здесь нужно и салфетку, да, предложить воду. После того, как он успокоится, возможно задать некоторые вопросы. Но сам процесс, что клиент заплакал, о чем это говорит? Это говорит о том, что наступило очищение, катарсис. И клиент, у клиента произошло глубокое осознание какого-то травмирующего факта, травмирующего события. Вот Татьяна написала воспоминания детства. А какие у вас воспоминания детства? Радостные, положительные? Еще раз посмотрите на рисунок, который вы создали, да, который нарисовали. Потом по возможности можно будет поработать с пластилином. Но данную технику можно выполнять еще мелками. Мелками, не карандашами, не цветными, не фломастерами, не цветными ручками, а именно мелками, потому что мягкий материал, пластилин, или иногда можно использовать еще краски. Но дети иногда, бывает, что в дошкольном возрасте некоторые дети не любят краски использовать. И сейчас я вот вам хотела бы показать рисунок, который был выполнен ребенком восьми лет. То есть ученик младший, школьный возраст, видно или нет. Вот такой рисунок у нас получился. Пластилин здесь. И название, значит, техника была «Самый волшебный в мире цветок», да? Ребенок назвал «Самый смешной в мире цветок». Самый смешной в мире цветок. И называется «Улыбашка». Здесь, посмотрите, солнце как поддержка, да? Обратите внимание, лепестки, да? Какие цветные. Стебелек. Там даже есть корневая система, да? И она... То есть данный рисунок, он для ребенка оказался ресурсным. Ресурсным. И на вопрос, когда вот был вопрос, да, где ты на этой картинке? Где ты на этой картинке? Ребенок сказал, что вот здесь вот коричневое, что-то такое, почва, это удобрение. Даже здесь вот глазки сделал ребенок. Используя пластилин, да, используя пластилин. И когда был вопрос, как это про тебя, ребенок сказал, что вот это удобрение, удобрение, да, оно что делает? Оно помогает расти цветку. То есть светит солнце, видимо, поливает, да, цветок. И еще нужно удобрение, чтобы этот цветок, как бы, посмотрите, распустился цветными такими красивыми лепестками. Так, а если ребенок ответит нигде, то есть где ты на этой картине, а он говорит нигде, да, что означает? Ну, здесь работать нужно с детским психологом, да, если показать работу в детском саду психологу. Почему? Потому что нужно определить, какой возраст у ребенка какой возраст. Потому что по возрастной периодизации мы с вами знаем, что в 5 лет идет, что как бы отделение ребенка от матери. Но если ребенок говорит, что я нигде, я не знаю, значит, еще как бы идентификация не произошла, он себя не чувствует самостоятельным, отдельным от мамы или от человека, который осуществляет уход. Но это нужно смотреть по работе ребенка. Вообще все арт-терапевтические упражнения, арт-терапевтические техники нужно интерпретировать совместно с клиентом, задавать вопросы клиенту, ребенку для того, чтобы он отвечал на поставленные ваши вопросы. Если же, скажем, ребенка нет, как бы нежелательная интерпретация, она будет недостоверной. Даже когда со взрослыми людьми мы используем данные техники, мы должны им задавать вопросы и тут же как бы делать интерпретацию. Вот мы с вами рассмотрели тему игротренинг. Игротренинг. Также я вас познакомила с двумя упражнениями. Арт-терапевтическое упражнение, где мы используем цветные карандаши. И также арт-терапевтическое упражнение «Самый волшебный в мире цветок», где мы уже используем пластилин, мягкий воздушный пластилин. Он там представлен различными цветовыми гаммами, до 24-36 воздушный. Красивые очень рисунки получаются. Я вам рекомендую взять эти техники на вооружение. Можно проводить не только с детьми дошкольного возраста, но и со школьниками, с подростками, юношами, взрослым населением. И особенно даже хорошо работают данные техники с пожилым возрастом. И также здесь я хотела бы обратить внимание, значит, если здесь дошкольники 4 средней группы, не рано? Нет, не рано с пластилином. 4-5 лет. Почему? Потому что мы с вами знаем, что где-то даже уже к 2 годам ребенок, если говорит, но даже если не говорит, он слышит, он должен уметь различать 4 основных цвета. Красный, желтый, синий, зеленый. И в 4-5 лет он уже, что делал, умеет пользоваться пластилином и цветными карандашами и красками. Это хороший возраст, 4-5 лет. Ну и по детской психологии мы знаем, что дошкольный возраст – это очень важный этап социализации. В 5 лет до 5 лет закладываются 70% всех человеческих ценностей. До 5 лет. И потом в течение жизни остальные 30% мы что делаем? Добираем, да? То есть 5 лет – очень важный этап социализации. Так, здесь я вот слайд вам хотела еще раз показать. Этапы игрового тренинга. Если вы желаете организовать занятия, да, использовать игровой тренинг, то обратите внимание на 3 основных этапа, которые должны очень хорошо у вас прослеживаться. Тогда ваше занятие будет эффективным и пойдет на пользу для развития психических процессов ребенка. Также вот структуру тренинга обязательно используйте. Разминки, приветствия. Приветствия там в игровой форме очень много. Я по чату вижу, что здесь воспитатели, да, у нас. Разработки они есть. Используйте. И вот здесь то, что психогимнастика в тренингах можно. Если вы, допустим, не владеете и как бы не знаете, как проводить тренинг, да, то можно взять второй вариант – целевые игры. Игры. Можно изучать явления природы, можно изучать различные предметы, классификацию предметов. Можно использовать различные, вот я думаю, в детских садах есть, я проводила занятия под рукой, различные такие игровые материалы. Их сейчас очень много представлено. Значит, можно использовать такие карточки. Допустим, классификация предметов. Мы показываем карточку. Ребенок внимательно смотрит. И потом классификация. Здесь у нас работа и внимание, и память, да, и мышление, и речь. То есть все психические процессы, они задействованы в процессе игры. И здесь еще я хотела остановиться. То есть элементы тренинга можно мини-тренинги проводить и используем эти определенные разработки. У вас презентация будет для скачивания. И все эти, скажем, предложенные на слайды упражнения там по психогимнастике, пальчиковые игры, они разработаны, они представлены даже в методичках по возрастной категории. Там начиная с трех лет, с раннего детства, да, дошкольный возраст, младшешкольный возраст. Все они есть. А пожалуйста, за полезный практически, да, вебинар. На этом мы с вами завершаем. Данная тема на сегодняшний день, она является очень актуальной. Особенно воспитатели могут как бы согласиться со мной. Почему? Потому что на сегодняшний день наши детки дошкольного возраста, да, они начинают очень поздно, что делать? Разговаривать. Есть дети, которые три года молчат, да, не разговаривают, может быть, издают какие-то звуки. Есть дети, которые в четыре года не говорят, или бывает то, что каша, мама там только может понять, да, о чем он говорит. И вот такие несложные арктерапевтические упражнения можно использовать именно для развития психических, познавательных процессов. На этом мы с вами завершаем. Спасибо за внимание. До свидания. Сейчас я вам файл загружу. Добавлю по второй технике. Файл я вам загрузила. Можно скачать. Презентация и два упражнения. Арктерапевтическое упражнение и арктехника. Самые волшебные в мире цветов. Так, а можно провести вебинар, направленный с работой детьми с ОВЗ. Это вопрос ко мне, чтобы я провела. Я работаю с данной категорией населения, с детьми, да. Но нужно, конечно, здесь посмотреть, смотря какая категория ОВЗ. Но если вы рекомендации напишите, здесь у нас Татьяна отследит, и потом можно будет, да, организовать. Так, дождите. Здесь у нас ОВЗ. Так, Оксана. Пожалуйста, Алена, что понятно и доступно. Так, в этом чате, получается, да, все воспитатели, да? Вот Оксана, воспитатель, да, вы, спасибо большое. Очень интересный вебинар, много полезного для себя взяла. Пожалуйста, используйте. Эти техники вы и для себя можете использовать. Так, работаю в детском саду. Ага, с умственной отсталостью. Так, Оксана, по-моему, вебинар по ОВЗ просила. Угу, понятно. Здесь специальный, конечно, педагог. Вот, ну, я веду дисциплину в магистратуре. С теми отсталостью умственная. Угу. Воспитатель групп ОВЗ, директор школы сад, воспитатель. Для глухих тоже послушать. Угу. Олигофрия, например, дополнительная. Угу. Так, расстройство аутистического спектра. Угу. То есть воспитатель дополнительного образования. Хорошо. Так, благодарю вас всех за внимание. Была рада, когда продемонстрировать вам данные техники. И надеюсь, до новых встреч. До свидания. 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 Продолжение следует...